Около шести часов к административному зданию Константиновского городе подъехали автомобили легковые и микроавтобусы. Из них вышло порядка 30 человек, вооруженные автоматическим оружием, в балаклавах, одеты в камуфляж. Они зашли в здание Константиновской милиции. По состоянию на 12 часов, мне известно, что с ними велись переговоры. Они находятся, порядка 10 человек еще находятся в здании Константиновского городела во дворе. Остальная часть людей, которые первоначально прибыли к Константиновскому городелу, поехали на здание Константиновского исполкома, где, по имеющейся мне информации, сейчас строят баррикады. Но как горотдел милиции, так и исполком работают в штатном режиме. То есть сотрудники Константиновской милиции выезжают на вызова, продолжают расследовать уголовные дела, заниматься своей работой. Точно так же и Константиновский исполком. Всех интересует жителей судьба оружейной комнаты, если таковая там была. Ну, оружия в Константиновском городе ли не было, оно предусмотрительно нами было вывезено оттуда заранее. По факту на сегодня, получается, можно говорить о двух захватчиковом здании. Ну, не захватченных, куда пришли. То есть они не, скажем так, противодействуют, они находятся в помещениях, но работе не мешают ни милиции, ни горосполкома. Ну, и самое главное, что во время всех этих мероприятий, значит, стрельбы не было, жертв и пострадавших нет. Кто эти люди, что это за оружие, а у меня было, ну, есть какая-то информация? Ну, дело в том, что я уже говорил, что они были вооружены как автоматическим оружием. Так же они себя тоже позиционируют как представителями Донецкой национальной республики.